Сергей Шубенков, чемпион мира, в беге на 110 метров с барьерами, решил получить нейтральный статус. Это значит, что в случае одобрения его заявки Международной ассоциации легкоатлетических организаций, он сможет выступать на международных стартах. На днях об этом написали практически все новостные ленты, а сегодня Сергей гость в нашей студии и расскажет нам, почему он принял такое решение. Ну и, собственно, как и каким стартом он сейчас готовится. Сереж, добрый день, рада тебя видеть. Ну, вот это решение, получить статус нейтрального спортсмена, оно же не было спонтанным, я так понимаю. И вот я лично думала и как бы знала, всегда считала, что ты уже получил статус нейтрального спортсмена немного раньше и под этим статусом уже выступал. Новость ли это? Вот давай проясним эту историю. Я, да, право нахожусь от ваших подводок в легком замешательстве, потому что уже, получается, четвертый год, мы все российские легкотлеты должны каждый год заново испрашивать разрешение у нашей международной федерации, чтобы выступать на международных соревнованиях. Вот это вот то, о чем вы говорили, решение, нейтральный статус и все такое. В этом году все из-за эпидемии просто происходит немного позже. Обычно мы этим занимаемся зимой, в декабре-январе подаем эти заявки. И примерно к весне у нас начинают спортсменов допускать. Бывает, допустят, много сразу, несколько десятков, бывает по несколько, там, 2-3 человека сначала, потом еще 5-7, потом. Ну, в общем, такими волнами нас начинают допускать. Вот, соответственно, в этом году вся эта история, она перенеслась на, получается, май месяц, потому что, ну, соревнований нет, спорт закрыт. Вот, в силу понятных причин, и, в общем-то, раз нет соревнований, нам международная федерация так и объявила, что пока заявки рассматривать они не будут, потому что непонятно, к чему готовятся, непонятно вообще, что будет, не будет. И вот, собственно, такое оживление, оно и связано как раз в первую очередь с тем, что World Athletics объявили о том, что международный сезон все-таки состоится. И начнется он примерно с середины августа, будет проходить в усеченном немножко формате, не будет общего зачета бриллиантовой лиги, например. Ну, это мы немножечко еще попозже обсудим. Ну, хорошо, да, ну, в общем, сезон будет, и вот, собственно, пора отправлять эти документы. Это чистая формальность, то есть заполнил документы, отправил, поскольку я уже получал такие... То есть ты четыре года, получается, подряд получал статус нейтрального спортсмена? Да, да. И ничего в этом такого сверхъестественного, получается, нет? Нет, это простая формальность о том, что я нигде не завязан, ни в какие допинговые дела не замешан, нигде ни в чем не провинился, и, в общем-то, спокойно могу иметь допуск к международным соревнованиям. Все, еще раз повторюсь, все российские легкоатлецы сейчас должны такое разрешение получать. Ну, и тогда вопрос мой, почему это решение было принято именно сейчас, оно, собственно, уже тоже... Да, уже прозвучал, да, почему сейчас, а почему принято, потому что это, собственно, не решение, а это неизбежность, потому что по-другому я участвовать в соревнованиях не могу. Вот я хотела тогда спросить, год от года, когда ты получал вот этот статус нейтрального спортсмена, люди, которые любят порассуждать о патриотичности, да, там, покритиковать, дескать, вот, свои только интересы преследуют, могли бы и вообще не выступать, если уж не под российским флагом. Вот что ты бы ответил, ну, в очередной раз на это, раз ты вновь подал эту заявку? Ну, на самом деле, такое оживление, оно вот было, помню, только в первый год, когда... Я очень хорошо помню, когда много было комментариев. Да, потому что когда был чемпионат мира в Лондоне, да, мы все эти первый раз этим занимались, все было такое... Ну, ситуация была в новинку, но уже 18-19 год, я могу сказать, что общественность успокоилась, стала воспринимать эти все, ну, документы, заявки, разрешения просто как какую-то формальность, и уже все привыкли, и даже если кто-то не знает, что такое белый флаг и что такое нейтральные спортсмены, все говорят, ну, это вот Россия, у них сейчас сложности, поэтому они здесь вот в таком качестве приехали. Поэтому абсолютно нормально. Но все-таки, если бы такой вопрос просвещал, что бы ты ответил? Ну, ничего. Ничего нет. Но тем более, что ты ведь не один получаешь статус нейтрального спортсмена. Из наших даже легкоатлетов, которые вот Полина Миллер та же, она же тоже, по-моему, этим занимается. Получаю статус сегодня, еще раз подчеркну, все российские легкоатлеты, которые претендуют на международные соревнования. Без этого статуса иначе нельзя. Получают его, правда, не все здесь есть, но, собственно, для того и нужна вот эта процедура. Ну, насколько велики шансы, что твою заявку и нынче одобрят, скажем так? А вот предсказывать я не берусь вообще, потому что... А какие составляющие там? Ну, в принципе, в принципе, как бы при прочих равных, то шансы-то очень высокие на самом деле. То есть 100%, раз я уже получал этот статус... Значит, ты чист, да? Да, раз у меня уже был допуск к соревнованиям, раз я уже соревновался, то, в принципе, ничего не препятствует тому, чтобы вновь мне этот допуск дать. Но, опять же, учитывая, в принципе, ситуацию, учитывая вот то, что у нас будет такой укороченный сезон, плюс еще, ну, у нас же этот вот весь процесс восстановления Всероссийской Федерации легкой атлетики, он продолжается, у нас продолжаются все эти процессы, связанные с расследованиями, скандалами, которые тянутся с 2015-16 годов. Это все продолжается и идет, и непонятно в свете вот этих событий, какое может решение принять Международная Федерация. То есть, в принципе, может быть решение любое. А от чего оно будет зависеть, из чего будут исходить люди, которые решение это будут принимать, я тоже предсказать не могу. Потому что там буквально, например, суд примет решение, суд не примет решение. Федерация заплатит деньги, Федерация не заплатит деньги. Я не могу знать, как это может повлиять на меня лично. А вот, кстати, вот я, ну, у меня информация такая есть, что Всемирная Федерация легкой атлетики запросила сумму в 10 миллионов долларов, чтобы допустить спортсменов из России в качестве нейтральных. Так ли это? Не совсем. Нет? Нет. Там связи... Сумма-то такая приличная? Сумма такая была названа. Там это санкции за предыдущие проступки руководства Федерации. Ну, предыдущего руководства Федерации. А за какие там? За то, что оказалось, что руководители Всероссийской Федерации легкой атлетики причастны к фальсификации проб и фальсификации документов в деле высотника Данила Лысенко. Собственно, это вот как раз зимой эта история случалась, да, там у Федерации было два пути, собственно, принимать обвинения или не принимать, но вот пришло новое руководство, которое эти обвинения решило все-таки принять. И в связи с этим Федерация была штрафована на 10 миллионов долларов, но там не совсем 10, там 5 миллионов и 5 условно. Вот сейчас должны эти деньги они выплатить. Связано ли это с тем, что нам будут давать статусы или не будут давать статусы, это не уточнялось. Ну, то есть не факт, что если вот сейчас не заплатят, то вас не допустят. Не факт. И могут заплатить, а нас все равно не допустят. И такое тоже может быть. То есть, в принципе, может быть все, что угодно. Я не знаю, я только вот документы заполнил, отправил, и теперь жду, что в отношении меня решат. Ну, смотри, документы оформил, отправил. А если одобрят, когда это может произойти? Вот есть какие-то, нет? Нет, сроков нет. Вообще сроков нет? Может через неделю, может через месяц, может, опять же говорю, вообще даже и отказ. Некоторым отправляют регулярно эти документы, вообще никакого ответа не приходит, ни отказа, ни одобрения. А что будет означать это для тебя, вот, ну, если они тебя хоп одобрили? Это уже что? Символ чего? Это символ того, что... Это так... Это теперь у нас такая новая нормальность. Это вот говорит о том, что все хорошо, что я снова буду соревноваться, я снова буду уезжать на соревнованиях, по возможности показывать высокие результаты, радовать болельщиков. А какими твои первые старты тогда будут? Вот есть ли одобрят? Ну, вот та же бриллиантовая лига, она вот сейчас, какие-то были этапы отменены, какие-то перенесены. Начнется это все в середине августа, хотя там, по-моему, еще и допр... Ну, в общем, как раз расписанием, возможным расписанием моих соревнований мы сейчас примерно и занимаемся. То есть, ну, планы такие, что раньше 10 августа точно не будет ничего. Ну, вот это как раз время с мая по август, это время на подготовку. Ну, вот заговорили про бриллиантовую лигу, и ты уже начинал говорить о том, что там будут определять победителя как-то иначе, и не будет большого финала. Никак не будут. Никак не будут. Ну, то есть раньше смысл лиги в том, что есть общий зачет, и идея общего зачета в том, чтобы выявить самого стабильного спортсмена, то есть который может с мая по сентябрь показывать высокие результаты в каждом соревновании, и поэтому там вот 7 этапов ты участвуешь, набираешь очки, а потом финал. И, то есть в этом году получается, что сезона как такового нет, он очень короткий. Возможности для подготовки у всех разные. У кого-то меры уже отменили, в Китае уже помаленьку соревнования проводят, он там в Германии бундеслига начитал, у кого-то только, может, эпидемия сейчас на пик выходить, и ограничительные меры иметь тот же самый строгий характер. Ну вот, в общем, из-за коронавируса приняли такое решение, да? Да, да, конечно. Все, весь мировой спорт у нас был вынужден в этом году пододвинуться. И это касается только этого года? Или дальше потом неизвестность, да? Ну, дойдут в любом случае, да. Непонятно, что и будет, как. И она стартует, получается, если что, в августе, и там сколько еще может быть? Да, октября. Да, октября месяца. Ну да, это мало совсем, да, сложно будет. Даже я человек не очень сведущий, и то, мне кажется, сложно. Ну, лучше так, чем совсем никак. Да, я согласна. Мой подход. Мы уже тоже, опять же, все знаем, что спорт на самоизоляции. Ты же в любом случае готовишься. Как это происходит? Где? Это происходит, ну, до поры до времени происходило либо дома, либо в лесах. Вот, сейчас мы все держим руку на пульсе, ждем, 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 когда же губернатор и министр спорта Алтайского края, может быть, начнут помаленьку спортивные объекты открывать, как-то разрешать, допускать нас, может быть, там, в индивидуальном порядке. Ну, а пока спасался тем, что есть квартира и есть лес. А в какой сейчас ты форме? В форме? Да. Ну, на соревнования я бы не поехал, скажем так. Но, в принципе, форма, она ни в коем случае не нулевая. И, в принципе, сейчас вот как раз надо уже начинать, переходить, готовиться. Получается, что ты так немножко передохнул все-таки, да? Да, да, да. Немножко все-таки попуститься пришлось. Ну, мы на такую работу перешли, такие кроссики, какие-то легкие ОФП, тренировки. И, в принципе, я думаю, что это мне на пользу пошло. А вот чтобы так интенсивно начать заниматься, что должно произойти? Да, ну, для начала у нас должны быть хотя бы допуск на наши стадионы. Вот, в принципе, ничего произойти не должно. Опять же, скажу, что вот эти меры мы ждем, когда и в каком виде они будут, может быть, смягчены. Сейчас-то все закрыто. Ну да. Спорт закрыт. Ну да. Вот нет такого у тебя, что вот хочется уснуть, да, и проснуться в другой реальности, вот где нет пандемии, где Олимпиада в Токио 2020 года вот уже рядом. Ну, вот только недавно вспоминал я, что, в принципе, уже в этих числах мы в прошлом году уже начали сезон. Да, я смотрела Инстаграм, да. Уже я был в Китае, уже у меня там было два старта через буквально пару дней. Вот, и, в принципе, я уже форму набирал, был во все оружие и собирался на рекорды идти. Ну вот, прошлый сезон, конечно, тоже был такой интересный, сложный. Повторения бы такого не хотелось. Ну а сейчас, конечно, я скучаю без соревнований. Но, с другой стороны, можно больше времени семье уделить. Нету этих поездок бесконечных. Чего больше всего у тебя не хватает, вот как спортсмену сейчас? Ну, собственно, самих соревнований. Самих соревнований. Да, конечно, это то, собственно, ради чего я и занимаюсь, и тренируюсь, и вообще. Вот, показать результат для меня это самое важное. Слушай, вот как ты думаешь, есть какое-то предположение, что может измениться в легкоатлетических стартах, когда откроют границы? Там же вот сейчас в туризме говорят, да, будем столы ставить там на полтора метра друг от друга, стулья там на 60 сантиметров, температуру всем проверять. Но вы как-то тоже же все время близко находитесь, да, общаетесь друг с другом, вот эти объятия, которые, поздравления после того, как победил. Ну, это все же такой драйв, это такое настроение, мне кажется. Ну, да, обниматься, наверное, не стоит после финиша. Ну, а как там? Какое-то расстояние будет делать больше? Ничего не слышал, не говорили, не обсуждали? Ну, самое очевидное то, что уже эту меру вводили, когда все начиналось, это соревнования без зрителей, собственно, при пустых трибунах. Вот, в связи с чем у нас еще шутки ходили, что чемпионат края по легкоатлетике пройдет при пустых трибунах. Эх, какая неожиданность. Вот. Ну, вообще, на самом деле здесь очень все обидно в том плане, что если с нас с первых начали, то, соответственно, нами последними будут заканчивать. То есть вот эти все ограничения снимать, это мы будем дольше всех вот в таком режиме существовать. Но я думаю, самое очевидное это то, что не будет зрителей. Вот. Может быть, состав участников будет тоже ограничен. По-моему, там уже, я вот не знаю, это на уровне предложений или это уже приняли, что, например, те виды, где участники бегут не по отдельным дорожкам, то там вот очень-очень-очень надо будет ограничивать. То есть это, сразу говорю, это вот когда бег на дальней дистанции, когда все бегут такой кучкой, еще там толкаются, пихаются, то есть вот это, чтобы исключить. Ну, это почти как в общественном месте бежишь. Ну, да-да-да, примерно вот, чтобы такого не было. Вот. А так, получается, вроде как, я под ограничение не попадаю, у меня в любом случае своя дорожка. Вот. Ну, посмотрим, как это будет. Главное, чтобы это вообще было. Да, да. Начнем с того, с малого. Ну, Сережа, я желаю тебе, чтобы статус нейтрального спортсмена ты получил в очередной раз, получается, да, и уже, наконец-то, поучаствовал в соревнованиях в августе, допустим, даже если это случится. Спасибо большое, что ты к нам пришел. Спасибо. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Сергей Шубенков, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира по легкой атлетике.